Хвойными деревьями украсили новую набережную реки Урал. За один месяц в уральских парках и скверах высадили свыше 400 елей сосен. Более подробно материали нашего корреспондента. Пять десятков 15-летних елей высадили на новой набережной рядом с площадью Победы. Вместе с молодежью лопаты в руки взяли и ветераны войны, которые 60 лет назад создавали зеленое кольцо вокруг города. Молодые люди с нашим участием высаживают вот эти ели на святом месте. Это у нас площадь, на которой высечены имена наших западно-казахстанцев 37 тысяч, которые не вернулись в поле Великой Отечественной войны. Выходит, эти ели будут памятником им. По словам специалистов, хвойные нужно сажать именно зимой, в теплую солнечную погоду. Ели европейские, она очень пышная, и так называемая нижняя юбка начинает разрастаться и идет пирамидально вверх. Это очень высокое растение, достигает до 20-30 метров высотой. Молодые сосны и ели украсили и сквер перед дворцом бракосочетаний. Каждое деревце обошлось бюджету в 15 тысяч тенге. Однако находятся и те, кто спешит украсить сосной из сквера свой дом. По горячим следам была задержана жительница данного города, 1981 год рождения. В данное время ведется расследование по этому делу, возбуждено уголовное дело по статье 175. Хвойные породы в год прибавляют в росте около десятка сантиметров. Беречь зеленый наряд города призывает и Аким Уральска. В феврале следующего года мы еще 200 и 300 хвойных пород деревьев еще высадим. В целом мы хотим, чтобы наш город стал экологически чище, зеленее и красивее. Уральс считается самым зеленым городом страны и уступать пальму первенства пока не намерен. Бутогос Базарбаева, Руслан Мурзагалиев, Уральск.